Шалом, дорогие друзья! Сегодня 18 число месяца Шват, и сегодня Аутребе говорит, что как написано в Зор, Тора и Всевышний единое целое. А в книге Тикуней Зор приводится пояснение, что 248 повелительных заповедей это 248 частей тела короля. Король это Всевышний, владыка мира, Мелех Алам. Почему заповеди называются части тела короля? Каждый орган человеческого тела это специальный сосуд, воспринимающий конкретную силу души, которая облекается в физическую оболочку этого органа. К примеру, глаз это орган тела и сосуд, вмещающий силу видеть, ухо для силы слышать и так далее. Таким же образом, каждая заповедь является специальным сосудом, в который нисходит конкретное влияние Амшаха из божественной воли в исполнении всех совокупностей заповедей, ибо Всевышний прежде всего просто желает, чтобы народ Израиля был занят исполнением заповедей. Каждая же заповедь в отдельности это специальный сосуд для восприятия конкретного влияния, исходящего из божественной воли. Это влияние нисходит к мирам благодаря тому, что еврей исполняет эту конкретную заповедь, поэтому заповеди называются органами тела короля. Но здесь требуется дополнительное объяснение, ведь из этого определения заповедей в Тикунайзор следует, что они являются лишь органами короля, органами, которые хоть и сливаются со специфической силой задействующих их, но все же не являются совершенно единым целым с этой силой. Это определение заповеди вызывает удивление еще и тем, что смысл всей Торы сводится лишь к тому, чтобы служить объяснением к исполнению заповедей. Однако в отношении Торы сказано в Зории, что Тора и Всевышний совершенно единое целое, в большей степени, нежели единство между органами и силой, облекающей в них. Поняв это, мы можем обратить внимание на высоту мудрости и святости нашей священной Торы. Хорошего дня, друзья, и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok